20 световых лет от Земли. Созвездие висок. Здесь, вокруг одной из звезд красного карлика, вращается планета, которая удивительно похожа на нашу. Астрономы назвали ее 581G и наблюдают за этим участком космоса с интересом и надеждой. Ученые рассчитали, у нее, скорее всего, есть атмосфера и вода. Ее ландшафт скалистый, а сама она в полтора раза больше и раза в четыре тяжелее Земли. А совсем недавно было сделано открытие. Планета в созвездии весов не просто подобна нашей, она может быть обитаема. Телескопы, изучавшие 581G, зафиксировали вспышки, похожие на лучи лазеров. Астрономы предположили, братья по разуму осведомлены о нашем присутствии. Ведь для того, чтобы вспышки были заметны с Земли, лазерные лучи должны быть направлены точно на нашу планету. Что это, попытка послать сигнал или просто наблюдение за землянами, неизвестно. Но уже тот факт, что во Вселенной мы, быть может, не одни, и разумная жизнь по космическим меркам совсем близко, заставляет по-новому взглянуть на многие загадочные явления, происходящие на нашей собственной планете. Город Сальск, Ростовской области. Одно из самых популярных мест среди исследователей аномальных явлений. Странности здесь происходят постоянно. Но главная сальская загадка произошла 20 с лишним лет назад. До сих пор никто из ученых так и не смог объяснить те события. Они невероятны для науки. И потому за дело взялись независимые эксперты. 15 сентября 1989 года. От повседневных дел жителей города отвлекло невообразимое явление, которое происходило прямо над их головами. На небе один за другим появились гигантские квадраты. А в них, сменяя друг друга, вырисовывались символы. Математические знаки. Знаки припинания и цифры. Уникальное явление позже назвали небесным кодом. Как будто мелом или паром. Ромб сначала нарисовался, ромб, а потом цифры. Это не могло быть ни гипнозом, ни галлюцинацией. Свидетелями стали сотни горожан. Валентина Шавырина тогда работала директором школы. Ребята прибежали в кабинет ко мне и кричат, Валентина Михайловна, Валентина Михайловна, пойдемте посмотрим, какая красота на небосклоне. Мы все хором вывалили, кто был как раз в вестибюле, и увидели на небосклоне четкое изображение цифр. Не было ни страха, ни беспокойства. Взрослые и дети не могли оторвать взгляд. Настолько впечатляющим было зрелище. Все продолжалось несколько минут. Кое-кто даже успел запомнить цифры. Небо было безоблачным, поэтому знаки вырисовывались очень четко. У жителей Сальска сразу возникло ощущение, что это не могло быть делом рук человеческих. Это, наверное, та цивилизация, которая нам цифры эти посылала, выбрала как раз такой день, такое четкое, чистое небо, и показала всю эту красоту. Цифры были похожи на почтовые индексы, вот как у нас обычно на конвертах. Шла вначале типа рамочка такая, потом первые три двойки, совершенно аналогичных, как на конвертах, затем три семерки, растянуто от семерки расстояние, пошли три девятки. Сегодня исследователи не оставляют попыток расшифровать таинственные сальские символы. Ведь такое явление не может быть случайностью. Есть мнение, что тогда знамение предупреждало о политических событиях, которые намечались в стране. Спустя два года распался Советский Союз. Какие-то небесные силы якобы дали знать, грядут важные события. Но дальнейшие попытки объяснить царский феномен наводят исследователей на мысль, что ждать перемен нужно и сегодня. В 1989-1991 год это были годы повышенной солнечной активности. Мы знаем, что солнечная активность негативно влияет на социальные, на культурные события в обществе. Кстати сказать, 2012-2013 год это тоже пик солнечной активности. Поэтому нам следует ожидать скрытоглобальных событий. И не уберут утверждения каких именно событий, но то, что они будут, это да. Инженер Владимир Карабанов предложил свой вариант расшифровки сальского небесного кода. Цифры можно переложить на буквы древнерусской азбуки. Я лично пришел к выводу, что древнерусская азбука, глаголица, создана высшими силами. Даже если к изобретению этой азбуки, этого алфавита, приложили руку люди. Согласно этой методике, все буквы имеют числовые значения и наоборот. С помощью этого метода исследователю удалось даже прочесть небесный шифр. Но вопросов стало еще больше. Получил текст «Рим, жди суд Божий или смерть в аду». Религиозный текст получается. По-моему, под знаком «Рим» подразумевается, скорее всего, западная цивилизация. Но вот когда это произойдет, сказать не могу. Но кто предрекает гибель цивилизации? И зачем столь необычным образом предупреждает об этом? Версий авторства Сальского кода по-прежнему много. От военных, испытывавших военную технику, до пришельцев. Это параллельная форма жизни, это некая цивилизация, которая существует рядом с нами, активно существует. Возможно, они более высокоразвитые, они просто как бы проявляют себя вот таким вот образом, потому что существуют некие порталы. Историк Майя Крюкова рассказывает, НЛО в Сальске и его окрестностях появляются постоянно. Она собрала множество историй, в которые сложно поверить. Люди утверждают, что встречались с представителями внеземных цивилизаций, которые посещают Землю. Пришельцы прилетают на больших светящихся кораблях, похожих на звезды. От этой звезды вот такой луч пошел. И по лучу вот в таком каком-то ореоле огненном стал спускаться, как в скафандре, человек, человек-подом. Вот он, Адис с планеты, поющие ветра. Металлическим голосом каким-то говорил, но говорил на русском языке. Вы ведете себя очень неадекватно. И поэтому на орбите Земля, вот если полная Луна, с правой стороны появляется звездочка. Это их корабль-матка, как огромный корабль такой. И вот эти все зеленые там вот эти всякие тарелки летающие вроде идут с этого корабля. Майя Крюкова признается, в такие рассказы сначала верила с трудом. Пока сама однажды не стала свидетелем появления НЛО. Соседка позвала ее на улицу и указала в небо. Там светился ярким зеленым цветом огромный шар. И я почувствовала, что он наплывает. Понимаете, вот как-то наплывает на нас. А Люба, соседка, она говорит, ой, говорит, он к нам приближается. Стало быть, она тоже это почувствовала. А у меня сын был в армии. И я говорю, пожалуйста, не забирайте меня, потому что мне надо сына дождаться. Женщина вспоминает. Словно услышав ее просьбу, шар начал отдаляться. Значит, сила, которая его двигала, говорит исследователь, разумная и способная на диалог. Но если Сальский небесный шифр не в самом деле предупреждает об апокалипсисе или масштабных переменах, то почему для отправки столь важного сообщения неведомые предсказатели выбрали небольшой российский городок? Исследователи говорят, Сальск находится в аномальной зоне, потому НЛО сюда и тянет как магнитом. Мне приходилось общаться с иностранными специалистами. Как они утверждают, если мы посмотрим территориально на карту области, так город Мариуполь, Украина, Ростов-на-Дону и город Ейск. Это своего рода огромный аномальный треугольник. Почему? Потому как именно здесь, на Дону и на Кубани, проходит гигантский энергетический разлом. Именно в таких местах люди чаще всего видят НЛО. Но если предположить, что на неведомых летательных аппаратах действительно являются пришельцы, что им здесь нужно? Пытаются установить контакт, проводят научные опыты или стараются донести до человечества некую информацию? С давних времен ученые и просто романтики не прекращают вглядываться в звездное небо. Уж очень не хочется верить в то, что в такой огромной Вселенной обитаема только наша планета. Доказательств очень много того, что мы не одиноки у Вселенной. Мы имеем масса-масса примеров деятельности этих цивилизаций своей. Отголоски, технологические остатки. Просто шум от этой деятельности. Но не воспринимаем его всерьез. Продолжение следует...